Я Лариса Гузеева Алексей предприниматель в мебельной индустрии. Гордится тем, что бескорыстно помогает людям. Мечтает постичь азы мореходства. Предупреждает, что может уйти с головой в работу и опоздать на свидание. Алексей не обратит внимания на алчную особу, способную идти по головам ради достижения своей цели. Женится на утонченной, ухоженной женщине с интересной работой, желанием развиваться и творческим подходом к жизни. Друзья мои, откуда вы такие красивые? Москва. Из Москвы? Да, местные. Вы братья? Братья. Близнецы? Нет. Ну, как в Дэнни Дэвитто и Шарно Шассе, почти похожие. Ну, судя по тому, что вы пришли вдвоем, компания вы дружная. Да. А мы это сейчас узнаем. Давайте узнаем. А что вы цветы держите? А вот как раз, вы знаете, все вот, все прям подмывает меня вам подарить. Позвольте начать с Тамары. Тамара, это вам. Лариша. Спасибо большое. Всегда вам вашим поклонникам. Роза, ну. Спасибо. Молодцы, с цветочками пришли. Интересно, они нам принесли или нет? Нам не принесли все. Значит, не все. Это лишь только малая часть. Мы заготовили такие маленькие, очень хорошие, приятные сюрпризики, которые будут по нраву каждой женщине. Но при этом они авторские. Боже мой. Так же, можно вообще с вас. Как это годится нам в примерную зеркала? Сори, 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 я. Тамарочка, скажи, пожалуйста, а вообще какая это примета дарить зеркала? Потому что Василиса у нас все про все приметы знает на земле. А это правильные зеркала. Ну, зеркало – это же отражение вашей сущности, как луна для женщин. Вам, я думаю, вы всегда делаете все сами. Боились, что программа будет сорвана, потому что оторваться от себя, дорогой, ну никак невозможно. А свет мой зеркало-то скажи. И все правду наложи. Алексей, ну у вас такая была история в жизни. Мама не горюй. Вы прямо такой бэтмен. Спасали, спасали девушку. И ничего из этого хорошего не вышло. Рассказывайте. Вы знаете, это были очень удачные отношения. Я считаю, что мне повезло. Это был очень уникальный человек. Он очень эмоционально меня заряжал. Нам было хорошо вместе. Минусы были сугубо социальные. Как-то образование, учеба, работа и все остальное. Ну, то есть самое важное все перечислил. Да. А хорошо было, считай, только в койке, значит, оставалось, да? Ночью, в темноте, под одеялом. Почему в койке? А потому что все самое важное вы перечислили, в чем было различие, так сказать, в чем не сходились? Душевное спокойствие, приятное ощущение от того, что... Ну, после всего, конечно, приятное ощущение и душевное... А днем, а в машине, а на работе. А в ваши годы и днем тоже самое, тот же покой. Нет, к счастью, как вы сказали, постель была не главная. Там было не через постель. Там было больше, скорее всего, на уровне какого-то... Ну, такого душевного какого-то, не знаю, там, вот такого возбуждения. То есть человек просто создавал положительные эмоции. И лет ей было 18, по-моему, да? Да, очень подвижное. Более того, вот вы много видели женщин, которые берут мешок и тащатся на третий этаж пешком. Российские женщины все так делают. Ну вот, у него уже одна уникальная девушка была. А вам это нужно было, да, в ваших отношениях? Нет, но это, знаете, это создавало ей харизму, шарм. Обалдеть, вы меня пугаете. 18-летняя девочка, ломаясь, идет на 15-й этаж с мешком картошки. Нет, ну почему 15-й этаж, этаж в третий. Потом она делала добровольно. А вы в это время что делали? Я тоже тащил чего-то. Ну хорошо, она не нравилась родителям вашим? На самом деле у нас очень дипломатичная мама, очень такая толерантная. И она не вносила в наши семьи раздор. То есть она, наоборот, понимала, что это... Жили отдельно? Да, жили отдельно. Пока однажды что не произошло? Произошло, вы знаете, непонятная ситуация. В один прекрасный день спустя 4,5 года совместной жизни, даже 4 года совместной жизни, вдруг выясняется, что где-то там далеко, за тысячи километров, на нее точит зуб местное уголовное право. И в течение двух-трех месяцев, когда это дело развивалось, ее в конце концов посадили по стражу, там же в Молдавии. И как бы началось следствие. В чем ее обвинили? Обвинили ее в похищении человека, вот, как с участницей, естественно, то есть никак она там кого-то машину сажала. А вы вообще были не в курсе этой истории, она вам никогда не рассказывала? Нет, я знал ее косвенно. Я знал только то, что у ней были документы на 2 года моложе, ну, то есть по возрасту меньше, чем она сама в реальности себя позиционировала. А как так получилось? Ну, вообще история такая, простая, да нельзя. Деревня, где растут две двородные сестры, с одинаковыми фамилиями и одинаковыми именами, но с разницей в 2 года. И сестра должна была уехать за границу, в Италию, но она не достигала взрослого ценза. Вот, и они поменялись, с 10 на рождение, получили поспожа друг на друга. Это же какая любовь? Он, правда, грустненький. Ну, воспоминания такие, грустные события вспоминает человек. И вашу возлюбленную сажают, дают ей 6 лет? Ну, нет, должны были дать 6 лет. В итоге... Ваши деньги и ваша настойчивость помогли девушке этот срок уменьшить в 2 раза? Да, до 20 месяцев. И вот она выходит через 20 месяцев из тюрьмы, а денег вы потратили немерено на это? А сколько? Ну, по тем деньгам это было за 20 месяцев порядка 60 тысяч долларов. О, паньки. Она точно в тюрьме сидела? Муж аферист какая? Вы видели, как ее там забирали? Нет, я там не был, но... Не, ну как? Ну, как вы ей деньги-то пересылали? Через сестру. О, в воде разведели, наверное, его. История, скажем так, печальная. Да, правда, не докопаться. Через 20 месяцев она освобождается, вы с ней встречаетесь где? В Москве? Да, она приезжает, прилетает на самолете, соответственно, в аэропорт. Я ее встречаю. Изменившуюся? Да нет, скорее всего, нет. Но вообще тюрьма же такой отпечаток, который не стереть ничем. Ну, скажем так, изменения были, может быть, где-то глубокие. Почему вы сейчас не вместе с ней? Получилось так, что ей повезло, она работала на киностудии. Но он вступил как раз в 2009 год пресловутый. И со съемками стало плохо сериалов. Она вернулась в Молдавию. И дальше телефонных переговоров у нас... Скажите, пожалуйста, Алексей, где-то в глубине души нет ощущения, что вас щелкнули по носу? Что вся эта история слишком такая мелодраматичная, немножечко напоминает индийское или бразильское кино? Со стороны, да, в реалии, нет. С паспортами. Вы понимаете, что это сделать очень сложно, практически невозможно? Ну, только если в кино. Подделка документов и так далее. Нет, ну, не подделка документов. Это просто как бы при получении паспортов просто поменялись. Там же нет ни в фотографии, все есть о рождении, ничего нет. Просто ты отдаешь его, да, и все, и получаешь. Ну, при этом есть родители и так далее, понимаете? И никто не думает, что будет через какое-то время... Нет. Да, это нелепо. Мне казалось, что исправиться, наоборот, такие более трепетные, хорошие девушки. У каждого свои цели. На сегодняшний день вам уже хочется каких-то стабильных, радостных, радужных отношений с семью, детей? Или хочется все равно страдать, помогать, вытаскивать из беды, переживать, ждать? Чего хочется уже на пятом десятке? Хочется всего. Хочется и помогать, и страдать, и любить, и спокойствовать. Я вас поняла. Покажите нам Максиму. Лариса. Лариса, приходи на Максима, пожалуйста. Теперь я к брату. Максиму 33 года. У вас психофизически вы одинаковые? Вам тоже не нравится, когда все просто? Нет. Я более спокойный. Мне нравится, когда все просто. Вы живете вместе отдельно? Отдельно. А бизнес у вас совместный? Нет. Мы занимаемся разными вещами, разными направлениями. Максим, 33 года, 10 лет прожил с женой в мире и согласии, но его семейное счастье разрушилось в одночасье. Сейчас Максим только догадывается об истинной причине разрыва отношений с женой. Максим – бизнесмен в индустрии стеклообработки. Гордится своей целеустремленностью, предупреждает, что он слишком застенчив. Максим никогда не свяжет свою жизнь с обладательницей татуировок и буйного характера. Его избранница должна быть мягкой домашней женщиной, которая подарит ему радость отцовства. Максим, вы были свидетелем же, наверное, да, вот этих всех страстей, которые происходили с братом? А вы ему что-то говорили, советовали? Я никогда не беру это. Или это в то время было бесполезно? Было бесполезно. Скажите, а ваше юное сердечко чувствовало, что в этом что-то есть неправильное, какой-то подвох? Да, я никогда не верил в то, что она где-то сидит. Для меня это было просто вымогание денег. Мой мальчик. А вы-то чего хотите от жизни? Вы такой хорошенький. Я хочу спокойствия, жену, чтобы вот, просто счастливую жену и детей. Детей, детей, детей. Конечно, пора уже детей. У вас отдельные квартиры? Отдельные. А давай посмотрим, может быть... Давай посмотрим. Как младшенький живет. Отчаясь жить на этой жену, я решил привезнуть к такому необычному способу. Работал с 18 лет, стремился к тому, чтобы жить в своем доме. Наконец-то я его построил. Любил украшать дом петуньями, барханцами, розами. Бассейн хоть и не доделан, но пользоваться уже можно. Катаюсь на мдацике. Сами сижу, смотрю на аквариум. На этом диване затапливаю камин и смотрю телевизор. Я хочу туда. Вот прямо вот такой домик. А это недалеко, да, вы живете? Недалеко. Бассейн даже предусмотрел. В общем, молодец, хозяйственный. Ребят, вот вы сегодня друг у друга и сваты, и братья, и цель у вас одна. Да, девушки? Пожелайте друг другу вслух, кого бы вы хотели видеть рядом? Ну, с Максимом и с Алексеем. Давайте я начну. Давайте. Максим Ивановичу нужна, скажем так, достаточно умная девочка. На сей раз помоложе. Без детей, наверное, уже нажился, навоспитывался, да? Ну, вот, кстати, вы знаете, Максим Иванович очень добрый человек. Кстати говоря, я не думаю, что ребенок станет каким-то камнем преткновения именно в его отношениях. Единственное, что, скажем так, девочка должна быть умная. Слушаем. Максим Иванович, Алексей Иванович, что вы пожелаете? Пожелаю терпеливую девушку. Терпеливую? А что терпеть ей придется? Давно один, и сложилось какое-то свое мнение, которое он может... То есть ему надо либо влюбиться, чтобы он принял ее на основной, либо чтобы девушка поняла его изначально. Хорошо. У вас уже, наверное, определенный быт, привычки и в еде, и не только, с которыми должна будет ваша жена как-то смириться, нет? Или все в обычном режиме, ничего, никаких странностей нет? Нет, на самом деле мы очень обычные люди, у нас нет никаких там семейных традиций, кроме того, что Максим Иванович, я называю своего брата так, в дань уважения к его подвигам, сугубо таким деловым. Ну, то есть для жены, для новой в вашей семье не будет никаких неожиданностей, к чему она должна будет обязательно претерпеться? Мы без, по-русски говоря, без экидонов, самые простые, самые обычные. Очень хорошо. Тамарыч. В первую очередь, конечно, вы говорите, что ему нужна умная, но ведь вам тоже нужна умная женщина, правильно? Потому что вы человек, который подмечает недостатки и можете уколоть очень сильно, так, Алексей? Ну, я стал сдержанной, я таким был, сейчас я стал очень глуматичный. Со временем компенсируете, да. Но женщина действительно, Венера-то в козероге, у вас с братом разные взгляды и вкусы в этом смысле. Венера в козероге и Марс в овне, поэтому вы и импульсивный, и очень сдержанный одновременно человек, так? И женщина вам нужна такая же, чтобы она была и сдержанная, и очень сильная, и в то же время импульсивная, активная, которая может, ну, скажем так, из дома, из работы сделать всё, что, так сказать, что бы вы хотели. А вам, Максим, конечно, вам нужен дружественный человек, открытый, чтобы душа была понятная, ясная, свободная. Мы можем понравиться. Ты, например, старшему. Или ты старшему. Или я старшему. Ну, а сейчас проходите, знакомьтесь. Привет. 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 Наташа. Максим. Привет, Лиана. Сбылась детская мечта. Мы решили сегодня, чтобы было вам комфортно. Мы откажемся от каблуков. Ес. Милые дамы, давайте знакомиться. Алексей, ещё раз. Юлиана. Юлиана. А вы? Максим. Итак, Юлиана. Пусть будет ваш. Спасибо. И маленький президент. Ой, Светлая, я не знаю, скажу, какая радость. Спасибо. У нас и каждый по зеркалу. Спасибо. Проходите. Юлиана и Наталья. 30 лет. Работает на телевидении в Геленджике. Занимается верховой ездой, благотворительностью и отдыхает с палатками на берегу моря. Гордятся своими родителями. Предупреждают, что в их семье 26 детей. Девушки пытались построить отношения с иностранными женихами. Но каждый раз их счастье умешали родители. Надеются, что сегодня они встретят свою судьбу. Привет, девчонки. Здравствуйте. Как вы похожи на маму. Но удивительное дело. Вы близнецы. Да. Я, Саша, в коробочках, что? А это для вас презент. Да ладно. Да. Напросилась. Для молодых людей мы приготовили чай. Называется «Счастье». Что в каждом доме и в вашем тоже было счастье. А вы из Краснодара? Мы из Краснодара. Так там же краснодарский чай ваш. Краснодарский чай. Да. Боже мой, какая прелесть. Спасибо большое. В зеленом цвете, да, как будто русалки. Сначала вопрос к маме. Аллочка, кто вам сделал эту прическу? Юлиана. Ну, вы с ней давно сжились с этой прической, с этими косицами? Или первый раз? С рождения. То есть это не то, что вам на программе так вас причесали? Нет. Моя мама недавно вышла с косой. Я сказала, дети, если увидите меня вот такой же, увезите в лес и там оставьте. Ну, это было в 905 году. Понимаете, ну, сейчас уже прошло 97 лет. С тех пор поэтому, ну, умоляю вас, Алла, ну, правда, плюс 45 лет. Плюс. Так, относись к косам. Так, да, развивайте волосы. Сидят девчонки с роскошной шевелюрой. Модной, современной. И мама с этими жуткими косами. Могу позвать стилиста, и она вас, пока мы здесь болтаем, она вам что-нибудь красивенькое сделает. Посмотри, какие волосы, вот это да. Вам по 30 лет? Да. А что, в девках засиделись? А мы сестер младших замуж выдавали. Ага, и вам было некогда? Ну, было некогда. А сколько еще младших у вас? У нас много. 17-17, несовершеннолетних, да. 17. Вот это 7. Братьев у сестер. В зал я бы, например, на ваше место просто встала и вы поклонилась. Нет, Василий Дерилович, прямо поклон. Вот просто поклон вам. Невероятно. Невероятно. На, Сашечка, котеночек мой, все в последнее время заметили, что я из деревенской вот такой тетки превратилась в более-менее приличную даму. Саш, как ты это умеешь? Сделай, пожалуйста, Аллочке красиво, достойно ее возраста. Молодцы какие, да. Мы думали, у нас большая семья тут. Слушайте, и вы все дружно живете? Мы очень дружно живем. У нас большой дом. Мы год как переехали в Краснодар. Наша мечта сбылась, мы все участились в одном доме. Нам очень комфортно. Мы друг дружке помогаем. Самое интересное, что у нас все дети чем-то заняты. У нас с детства им уже прививают профессию. Каждый старший закреплен за каждым младшим. А видео нет? Есть. Мы снимали. Ой, давайте посмотрим. Наш дом, наша крепость, а семья свое государство. Приглашаю посмотреть, как мы живем. Это наша компания. Здесь огромную часть времени проводит женская половина нашей семьи. Но мужская тоже. Но не для маркетинга. Мы пытаемся в основном экологически чистыми продуктами, выращенными у нас здесь на кубаре. Блин. Хохотно. А так как в нашей семье очень много детей, очень много, вы видите, насколько их много. У нас есть игровая комната. Это, конечно, отдушина для нас, для взрослых, но и счастье для детей. Вы знаете, конечно, вашей семье нужно посвящать отдельную передачу. Вы мне пообещайте, мы что-то придумаем. У нас же есть и новогодние, и юбилейные, когда вы приедете всей семьей. Еще пообещайте мне, я скоро буду у вас на гастролях, что вы придете всей семьей ко мне на спектакль. И меня пригласите, пожалуйста, к себе в гости. Обязательно. Видно, что девчонки правда счастливы. Такая семья большая, да. Ой, я знаю, что у вас какие-то были истории любовные с иностранцами. Так мне нужно по работе, как говорится, выслушать все эти истории. Но они, мне кажется, так меркнут рядом с тем, что вы проживаете в данную минуту. В общем, дайте в двух словах. У вас были какие-то женихи американцы. Да, ничего не сложилось. Да, я думаю, что американцы должны заслужить таких, как вы. Поэтому, короче, не получилось, и слава богу. Вот перед вами сидят парни. Аллочка, если что, в Москву отпустите? Или они должны забрать вот таких хороших парней? Нет, не считаю, что нужно. Да, папе с выкупом обязательно. Пока только папа одобрение даст, вот тогда да. А вы какой нужен? А выкуп, это вот они с папой обсуждают. Кто баранов приводит, кто что? Саша, просто с меня коробка конфет. Ты гений. Ну скажи, есть разница, девочки? Вот, ну почувствуйте, мама достойнейшая. Как можно было не открыть эти чудные плечики? Эту спинку, эту гордую посадку головы, шею. Вы посмотрите, какая красавица. Ну что это такое? Ну пришла чисто коза. Вот дериза с этими косицами. Правда, она лучше стала. Ей идет эта прическа. Очень идет. Намного, да. Девчонки, ну давайте будем теперь решать, потому что такие женьхи уведут. Особенно, конечно, Максим. Для меня 33 года. Девочки. Ну Леха-то пожил уже на пятом десятке, тоже пригодится в хозяйстве. Но... Я рукавельный. Но Максик, посмотрите, что чудо такое. Для нас очень важно, чтобы пришел, увидел, победил. Бывают такие, которые попытался, испугался и убежал. А хотите мой совет? Да, конечно. Да, есть такие брутальные парни, которые завоевывают на десятый этаж, лезут к вам с цветами через балкон, но тогда и другая есть сторона медали. За часы с такими мужчинами жить невозможно, потому что они всеядные, и им уже хочется девушку с соседнего балкона завоевать. А есть такие парни, они тихие, как Максим на вид, с которым проживете в абсолютном блаженстве и счастье, будете рожать прекрасных детей, будете уважать ваших родителей и бесконечных родственников, братьев и сестер. Понимаете, только нужно рассмотреть и увидеть. Но это с годами и с мудростью. Мне кажется, что у вас уже есть и годы, и мудрость должна присутствовать. Да, правда, каких они хотят, это точно. Как ты с такими семью создавать? Вопросы есть какие-то друг к другу? Давайте мы сейчас, Розалия Исаковна, помолчим, а вы пообщайтесь, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Давай, начинай. Я скажу так, на самом деле я тоже отдаю дань уважения и маме, а в первую очередь этих прекрасных девочек, потому что это что-то невыносимое для нашего времени. То есть это надо сильно отдельно передать. Воздух свежий прямо. Да, это свежий воздух. Эмоции столько, что они просто переполняют. Никакие вопросы не нужны. Не, ну, хорошо. Мне кажется, что женихам понравились невесты. А у вас есть три бонуса. Семейная традиция, свидание наедине и скелет в шкафу. А вот такой большой семье, наверняка какой-то скелет в шкафу есть неожиданный. Давайте попробуем его. Ну, давайте, давайте, давайте. Посмотрю, что там за скелет. Какие-то замочки с ключиками, чтобы это значило. Я не знаю, будете вы нас осуждать или нет. Скажете вы, что, может быть, мы старомодные в своих взглядах. Но у нас брак, вернее, секс только после свадьбы. То есть вы целомодренные? Да. Это ценно, кстати. Да, большое. В 21 веке, в нашем веке, конечно. Если бы у меня здесь было написано, что вам по 23 года, я бы была абсолютно, ну, как бы, с этой мыслью органична. Лариса, я хочу наоборот у женихов спросить. А для вас это больше бонус или проблема? После того, как я 10 лет прожил совместной жизни, то мне хотелось бы сейчас уже на сегодняшний день жениться после... То есть вот узнав, что жена забеременела, только тогда жениться. А, только когда беременная будет, тогда женимся. Вот вам не бонус. А может быть, лучше сходить к врачу и проверить свое здоровье, и уже быть абсолютно уверены. Вот вам в вас та женщина, имея ребенка уже, могла просто водить за нос и дуриться. Так вам, Леш, как целомудренность? Жить что-то сложно. Это продолжение нашего разговора по поводу целомудренней. Я скажу так, настолько уникальная семья. Вот много ли мы с вами встречали таких людей? Вот почему есть, допустим, там, слово, как мать, героиня, что-то... Вам нужна целомудренно или нет? А кто откажется? В смысле? Вы не отказываетесь. Девочки, у вас есть сюрприз, который вы приготовили? Покажете? Конечно. Так как мы еще и романтичные особы, я подготовила из кинофильма «Мой нежный ласковый зверь». Я вам сейчас сыграю с компанией. И предусмотрительно сняли обувь на каблуках. Простите. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так вот, на танец пригласил Спасибо большое! Спасибо! Спасибо, прелестные девочки! Забирайте свою маму и проходите в комнату, не забудьте цветочки Максим, что вы скажете? Они угадали с мелодией, это его самая любимая мелодия Вот, даже он, оказывается, знает Да, эту мелодию я... Вот что, романтичный, чистый, молодой человек А, кстати, что ты с ним говорила? Мы обсуждали, что он волнуется, что ему очень эта песня нравится Он, говорит, первый раз таких людей видит Но я просто думаю, что Максим не очень готов, потому что у него полное противостояние по аспектам с девочками А вот Алексей, у него, это человек, который, может, вот так вот пришел, увидел, победил Нет, Алексею не нужна чистота У него совершенно... Ему нужно вытаскивать, страдать, мучиться Нет, а здесь ему никто не даст Потому что братья и сестры в количестве 26 папа с бердянкой Мама, которая волосы-то расплетет и ими же задушит обидчиков Поэтому здесь не получится ничего Ну, она умные вещи говорит на самом деле Знакомьтесь Проходите АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, я Оксана Пришла к вам не с пустыми руками, с пирогами, они необычные Здесь пироги с капустой и с мясом Вот кто съест пирожок с мясом, у того обязательно исполнится любое заветное желание А еще я пришла, к сожалению, без сестры, но с замечательной подругой Пойдем знакомиться Проходите Пойдемте А пирожок, пирожок-то можно? Конечно Оксана, 36 лет Воспитатель в детском саду Рисует акварелью Гуляет по паркам Посещает выставки, театры и музеи Мечтает научиться водить машину и побывать в Италии Гордится сыном Предупреждает, что она большая трусиха Оксана, 8 лет, мирилась с изменами мужа Но это не помогло ей спасти брак Надеется, что в следующих отношениях Она станет счастливой Здравствуйте Я видела вашу заминку на сцене Вы не успели подарить цветы Но по пирожку схватили Поэтому дарите Помните, чем надо на сцене дарить? Спасибо Оксаночка, ну и корзинку с пирожками подарите братьям Да, я, конечно, хотела еще вас угостить А что за пирожок-то? Ну-ка надкусила А давайте попробуем, с мясом или нет Давай Да С капустой С капустой Мужчину всегда можно взять едой Хорошо, да, большая диета Очень вкусная Не-не-не-не Оксаночка, скажите, пожалуйста Чем был так хорош ваш муж, что вы ему прощали бесчисленные измены? Он был первым моим мужчиной Первой моей любовью Наверное, даже больше Я сейчас как бы понимаю, что я больше боялась остаться одна Чем именно с этим мужчиной Или вы ему родили ребенка? Да Родился ребенок И буквально через три месяца он первый раз меня изменил Может быть, это ваши были догадки и домыслы? Нет Как вы узнали? Он вообще в этом сознался? Конечно, он не сознался Во-первых, у меня было предчувствие Я ему позвонила, когда он был в отъезде И услышала женские голоса Он сказал, что ты что придумываешь? Это вообще радио играет рядом Но по приезду В компьютере я обнаружила видеозапись Из бани? Да Где он с друзьями проводил время вместе С девицами А он вам муж был? Муж Сразу ушли от него? Я ушла, да Собрала сразу вещи А он не пытался вас остановить и оправдаться? Он через день прибежал домой ко мне И плакал Простили? Простила, конечно Простила Ну а все-таки это последняя точка, что стало? Последняя уже была, когда уже, правда, уже наглость была Он не скрывал свои измены Он мне сказал, что ну что, что я тебе муж Я тебе ничего не обещал Подумай, что мы женаты А как вы считаете, почему любовь прошла с его стороны? Мне кажется, что это уже был его образ жизни Как можно изменять? Симпатичная девушка вообще Просто что мужчина говорится в голове Вы развелись и у вас случился еще один роман Да И вы ради этого мужчины поехали в Грузию Да Еще не видела его живую ни разу Отчаянная вы барышня И что вы да застали? Какую там картину? Встретила нас хорошо Но что случилось для меня до сих пор как бы не очень понятно Мы переезжали В более большую квартиру Так как ожидали в гости его родителей Переехали уже ночью буквально И он остался после переезда Все вещи мы перевезли, распаковали Он остался с друзьями Ну, сначала он сказал, что почему ты не с нами, а с ребенком Говорю, я должна сначала ребенку уложить спать Он никак не может уснуть Хотя уже ночь глубокая на дворе Вот, я уложу и присоединюсь В тот момент, когда я уложила Он уже ушел провожать друзей А когда вернулся, устроил мне скандал Ну, как бы мне кажется, что беспочный Друзья грузины? Ну, то есть, как посмелая женщина Послушаться перед грузинскими друзьями Ну, это такие понты глупые Я в своем доме что хочу, то и делаю Если я сказала, что ты должна быть рядом Ну, нахватался, нахватался уже Да-да-да, молодой был дурак Потом сказала, что... Убирайся вон со своим ребенком Я даю 10 минут Собирай чемоданы и уходи Пьяный? Да И куда вы с ребенком пошли в ночь? В аэропорт, сразу же домой Понимаете, хорошо отделались, называется, мамы Малой кровью Да, я тоже так думаю Но потом он вам прислал странную телеграмму Да, он мне прислал сообщение Ксенечка, дорогая, у меня проблемы на работе Ты не могла бы мне прислать деньги В общем, ни привет, ни как дела, ни с ними Вы написали, что следующим летом у пятой бани Я ответила, что нет, у меня денег нет И больше мне не пиши На что последовал ответ Вот так ты меня любила Любовь это как игра в шахматы Постоянно не знаешь, как пойти Давай поженимся в вашем мобильном Советы от наших экспертов по телефону 0736 В любое время Пока реклама А кто вам больше нравится, Лешка или Максим Максим уже пожил с пожилой женщиной Хватит ему такая же разница в возрасте Тоже с ребенком Не нужно ему Ну как бы этот же сценарий один и тот же Он уже его прожил Есть Алексей, 41 год, прекрасная разница у вас у обеих У вас тоже же ребенок, да? Ну я так думаю, что Леши хватит пока А вам кто больше нравится, черненькая или беленькая? Ой, все прекрасные Не-не, ну ваш типаж Блондинка, брюнетка? А мой типаж, конечно же, главная героиня Блондинка Да У тебя со зрением все в порядке? У вас остались бонусы, знаете, да? Это свидание наедине и семейная традиция Семейная традиция Расскажите Семейная традиция у меня По женской линии Мне передалось от бабушки моей А бабушке еще от бабушки Столовое серебро Вот она выделила одну вилочку маленькую Посмотреть, да? Посмотреть, да Вы часом не зря Оно, конечно, уже темное От старости, больше ста лет В общем, она хранит как зеницу оком Я даже один раз так показывала А это только одна осталась вилкой или еще нет? Нет, там большой набор ножей А у нас медведь А у нас мишка Мишенька Мы же медведевы А приготовились сюрприз? Да, конечно же Мне хотелось бы подарить то, что мы вложили с сыном в свою душу Это вот поделку это делал он сам А эту картину рисовала я Да что вы, какая вы умница Осень, дорога, прелестность Ого Осень А почему осень? Спасибо, что осень Потому что в душе осень, наверное Мне бы еще хотелось пригласить женихов потанцевать Прямо друг сразу Пожалуйста, а кто пойдет с кем? Вот интересно Такой мальчик Я катался хитрее Позвольте Ну, значит, мы с ней справимся Очень приятно А я еще разворачиваюсь так Ну, что? Ну, да Спасибо 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 У вас впечатление Неожиданно Очень напряженная жизнь Понятно Я поделюсь признать Сейчас уже полезнее будет Ну, это, наверное, нормальная реакция А вот, как они взялись-то пальчиками Сплелись прям Спасибо большое Спасибо, девчонки Забирайте цветы И дайте нам возможность вас обсудить за глаза Да, проходите На кухню повесишь Зачем же на кухню? В гостиную Там у нас место есть, Максим Иванович А, в гостиную? Ты повесишь Или я? Почему пирожок не даю? Хороший вопрос Как делить будете? Что ж, девушка просто великолепна Мне понравилась Молодец Что мне в ней нравится особенно? То, что я человек, который работает своими руками Человек, который вложил, правильно сказали, душу Роза, а тебе как, девочке? Да, она... Оксаночка, мне очень нравится Я тоже за то, чтобы, Леш, прям берем И это, ну, Максим старовато Да, возможно, так оно и есть Что ты скажешь, Тамарочка? А луна в Скорпионе у Оксаны На вашем солнце Поэтому взаимопонимание душевное сразу проявилось Вот, плюс ко всему и физическая совместимость по показателям чисто физическим Которые отвечают за плотскую любовь Понимаете? Здесь единственное, что может быть но Это то, что все-таки она будет давить на вас слегка И требовать исполнения своих решений Но вам это может даже нравиться Тебе-то понравился кто? Мне Максим понравился Максим понравился? А Максим, а вас не заинтересовала подруга? Интересный человек Да? Нет, не мелькнуло ничего? Ну, значит, следующие девушки будут вам интересны А вот прямо сейчас и узнаем Проходите и знакомьтесь со следующей девушкой АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Елена. А я Настя. Очень приятно. Замечательно, Настя. Мы так восхищены были вас с вами сегодня, поэтому мы даже не надели каблуки. Мы первые, не мы последние. Ну что же, с нас за ваши чаяния подарки. Ой, спасибо огромное. Светы, ему понравятся. Обожаю зеркала. Приятные. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, девочки. Откуда вы такие? В Московскую область. Да, город Ступино. А что с любовью у вас было? В первый раз я влюбилась просто безудорожная. Да, мне кажется, даже как сумасшедшие. Это было... Ну, он такой... Для меня казался мужчиной сказкой. Он безумно любил рыбалку. Вот. А я человек такой, я, наверное, более домашний. Домоседка. Да. Мы все время в городе, в городские девчонки, и он постоянно с собой приглашал в дом. Путешествовал постоянно. Да, путешествовал. Да, может, ты за меня расскажешь? Я тоже немножко его знаю. Вот, и получилось так, что в конце концов я влюбилась в такого хулигана, такого ветреного мальчишку. Он приглашал постоянно в походы. Ну, мне тогда еще девчонки, совсем молоденько, мне 20 лет было. Мне казалось, что это дурная компания. Я думала, что что-то может случиться все-таки с ночевкой и так далее. А вы были девушкой невинной. Да. Его вы поставили в известность. Тогда она была невинной. Да, конечно. Вот. Ну, естественно, он поступил как галантный мужчина и сказал, что не обидит. И действительно так и было. Но так как я была безумно влюблена, я готова была в ум с головой. И вот первую встречу в тот момент, да, я из-за того, что сильно влюблена была, у нас все произошло вот в лесу. А, ну вот, они не домашние девчата, видишь как. Так а почему не закончилось-то у вас ничем? Получилось так, что я в тот момент училась. И мы редко очень виделись. И в один момент у нас постоянно из-за этого, значит, он вспыльчивый такой человек. Он постоянно из-за этого скандалы всякие разные, всевозможные. Очередневые. Да. Что у вас было с любовью? Я очень такой эмоциональный человек, поэтому без омота с головой у меня никак не получается. Даже пытаясь себя сдерживать, все равно без омота с головой получается. Я очень страстный человек. Естественно, получила то, что заслужила. Получила человека страстного. Близнеца. Козла. 91-го года рождения. Он немножко, ну, козла, имеется в виду год рождения. Близнеца и козла нормально. Человек был из многодетной семьи, так же, как и я. Меня это делает комфортно с этим человеком. Я пришла, я сразу полюбила его маму. Мне она как вторая мама была. Она такая тоже. Ну, он так, морщичка сейчас сварю, чтобы все до конца скушала. Так, как наша мамка. Мы не ходили по ресторанам. Он не делал подарков. Он не срывал цветы с газона и говорил, вот тебе цвет. Я говорю, мама говорит, ты не купил цветы, надеюсь, а то у нас денег нет. Вот, и он, то есть, достаточно, и мне ничего не нужно было. Я была влюблена по уши. Получилось... И чем закончилось? Закончилось тем, что мы ссорились по пустякам из-за того, что мне не хватало внимания, мне не хватало тоже куда-то сходить, потому что постоянно дома. У меня такой ребенок еще, мне кажется, не очень молоденький. Хорошо, девчонки, давайте теперь уже будем разговаривать как взрослые женщины. Вот если бы я была золотая рыбка и смогла бы исполнить только одно ваше желание. Блестящая карьера или потрясающая семья? Я думаю, что для меня сейчас главная семья. А вы что скажете? Я бы хотела, конечно, попробовать себя в роли матери и жены в первую очередь. Вы такие умницы большие. Просто мой респект и уважение. Молодцы. Вы выдержали этот экзамен, конечно. Кто нравится? Сибилин, кто нравится? На самом деле у нас вначале было так. Смотник Алинин. Сейчас все расскажу. Да, у нас сначала было так. Мне понравился очень сильно Алексей, а Настя очень сильно Максим. А потом мы подумали, Алексей, ну так сошлось, да? А, нет, наоборот. Ага, все, ладно, пусть будет так. Алексею нравятся девушки спокойные, рассудительные. Наоборот. Я, в принципе, тоже спокойно и рассудительно бываю, когда сплю. А вам кто нравится? А мне нравится, мне больше понравился Алексей. А, ну мне кажется, вы больше подходите. Да, 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 кстати. Да, 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 Максим, да? Нет, Максим просто изочаровал меня своими любыми глазами. Да. Послушайте, а у вас ведь еще есть потрясающая возможность в виде бонуса. Вот пойти сейчас вчетвером, можно разбестись по разным комнатам, а можно, как вы себе сам это придумаете, и целую минуту пообщаться и поздавать вопросы один на один. Всего лишь минуту? Да. Поэтому, ребят, не тянем время. А у вас есть пока возможность без брата и без сестры пообщаться, поздавать друг другу вопросы здесь. А мы сделаем вид, что нас нет. Это будет очень сложно представить. Ну, хорошо. Максим. Да. Скажи честно. Я тебе понравилась? Честно понравилась. Это очень приятно. На самом деле, я не такая вспыльчивая, как сейчас покажусь, но такая импульсивная. Я очень стеснительная, скромная девушка. Ну, ты мне лучше расскажи. На самом деле, тебе нравятся девушки? Ну, понятно, что я послушала, что такая вот, такая прошлая была история, что у всех у нас есть прошлые истории, да, любовные, а не очень хорошие. Там хорошая история. Там хорошая история. Я честный человек. Я никого не бросил. Все бросили меня. Какая у тебя есть мечта? Расскажи. Мечта – это счастливая семья, дети. Потому что я давно живу один, ухаживаю за своими животными, за домом, никуда не хожу, уже ничего не видел. Никуда не ходишь? Да. А почему? Очень много внимания занимает, требует участок, за которым надо заботиться. Чтобы хотел узнать. Да. А ты знаешь, не надо ничего узнавать, просто достаточно прикоснуться. Да? Есть такая фраза, как передача энергии. Тактильная, тактильная энергия. Тактильная энергия. Шут, встретились два. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Заколдывали. Все. Это любовь. Иногда Господь дает детей на 10-м году жизни совершенно здоровым людям. Проходите и пообщайтесь. Ну чё, Лёш, Зак, сведём? Максима Ивановича? А чё тянуть-то? А почему бы и нет, собственно говоря. На самом деле, прекрасная девушка, мне очень понравилась, с хорошей историей. На самом деле, то, что там сказали, что женюсь только после рождения ребёнка, это желательно, но моё мнение было до этого. Но не обязательно. То есть, может быть, если влюблюсь, то, конечно, нет. Нет, это большое, конечно. Я тоже для меня самое главное это чувство и отношения, потому что, мне кажется, только любви рождаются самые счастливые и самые здоровые действия. Да. Я просто немножко возбуждён походом туда, вот, и поэтому у меня... А что ж вы там делали, Таш? Это возбуждённость. Потом прошёл сеанс доминирования, поэтому надо немножко отдышаться, сами понимаете. Ну, видать, понравилось. Хорошо, спасибо большое, девочки. А сюрприз приготовили? Да, конечно. Да, что-то покажете? Да. Хорошие девочки, хорошие. Ну, правда. Ну, мы лучше. Мы лучше. Однозначно. Могу ли восхвалять достоинства твои, когда ты часть меня и целой любви? Хваляя себя, увы, я время лишь теряю, а чествую я тебя, себя лишь прославляю. Улыбаются, довольны, нравятся, значит. Так и я, из страха, что не дашь ты веры, словам любви сам забываю их. И речь моя слабеет, хоть без меры, сильна любовь превыше сил моих. Дозволь же книг моих светистой речи быть толмочом немым любви моей. Она достойна, верно, лучшей встречи, чем речь из уст, столь бледная пред ней. Пойми, что в книгах страсть невольно пишет, разумная любовь отчаянно слышит. Спасибо большое. Спасибо, девочки, спасибо большое. Делитесь впечатлениями, парни. Ну, я просто пленен, пленен, не скрою. Нет ощущений чрезмерности, которые вам будет тяжело вынести? Нужно узнать, вот на первый взгляд нет. Роза? Вам вот обратить внимание на Настеньку, очень и спокойно, и тихо, и будет с детьми то же самое, чем заняться тоже, и почитать, вон, очень-очень. Ну, Настя, это ты была настоящей. Да, конечно. Максим, в первую очередь хочу сказать, что, конечно, у вас с Анастасией прекрасная совместимость, вкусы. Одни и те же абсолютно одинаковые могут быть. Ее луна, она будет замечать вещи, мелочи, и очень хозяйственные. Те, которые не заметите вы. Вот, видишь, звезды плохого не посоветуют. Ну, я вам, естественно, советую Оксану. Вы с ней хорошо смотритесь, очень органично, она достойная барышня, подходит вам по возрасту. Ты как думаешь? Я прям даже не знаю. А Алексей, ну, я, конечно, вам Леночку советую. Рыжий, рыжий поймет. Да. А звезды что? Совместимость хорошая у него и с Оксаной, и с Еленой. Вот единственное, меня смущает, что... С Оксаной, это семья завтра, понимаете? Нет, меня просто смущает только одно, что вы сами сомневаетесь, что вы заставляете других людей сделать выбор. Тогда возьмите тайм-аут и не идите никому. Нет, его тянет. Его потянуло. Не только тянет, я уже там. Проходите туда, куда вы решили. Первые невесты, вторые, третьи. Почему сразу вдвоем? Вы запомнили? Конечно. Да, было бы. Да. В любом случае, мы ваш выбор поддержим. Я предлагаю всем выйти и поддержать наших героев. АПЛОДИСМЕНТЫ Так неожиданно. Правильный выбор сделал. Здравствуйте. Я понял, что только к вам. Спасибо, мне очень приятно. Спасибо большое. У нас две пары. Алексей и Оксана, Максим и Настя. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Очень рада. За вас совсем. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова